Итак, дорогие друзья, начнем с вами изучать JavaScript. Будем использовать документацию Mozilla, но по их рекомендациям изучать не будем, потому что, по сути дела, это описанный язык и основные фрагменты. Но она поверхностна, сразу скажу, и мы сделаем немножко по-другому. Сделаем следующим образом. Как водить автомобиль? Надо брать, садиться и ехать. Вот то же самое и здесь. То есть основная единица в JavaScript это функция. Значит, первое, что надо научиться делать, это писать функции. Будете писать функции, будете писать код. Это видео я выложу на YouTube, но, тем не менее, оно больше подходит для участников школы. Кто не знает, кто начал с этого видео, на сайте spb-retout.ru Значит, ребята, смотрите, что мы сделали. Мы с вами прошли функции Python, функции Kotlin. И сейчас перешли к функциям GC, JavaScript. Сначала пару слов. Документация JavaScript есть вообще куча сайтов, но, в принципе, это документация Mozilla. МДН, сообщество разработки. На чем основано? Когда был написан первый JavaScript, его отправили в сообщество. Создали определенный язык. Esmoscript. ECMAScript, значит, то есть Esmoscript. И на основе этого создали спецификацию, стандарт. Уже от этого стандарта начались писаться языки. То есть, самый, конечно, популярный это JavaScript. Дальше Microsoft написал TypeScript, CoffeeScript, другие языки и куча языков. Поэтому этот стандарт больше подходит для разработчиков языка, а для тех, кто пишет на языке программирование, это немножко другое. Итак, ну давайте начнем. Мы с вами в школе будем изучать ноды. Что такое нода? А вот если вы откроете редактор Visual Studio Code, то это и есть нода в действии. Если вы возьмете, наберете в интернет, то вы увидите, что Visual Studio Code, она разработана на фреймворке Electron, который, в принципе, и основа его ноды. Чуть позже сосредоточимся на трех концепциях. А теперь давайте перейдем прямо к делу. Итак, для того, чтобы нам освоить функции и концепции, нам надо, в принципе, вот я составил план, да? Нам надо подойти к изучению функций JavaScript со своей системой. Иначе будет бесполезно. Вы сейчас поймете почему. Давайте опираться на то, что разработчики заявляют, что выразительную мощность JavaScript позволяет носить его к числу языков реализующих функциональную парадигму программирования. Простыми словами, функциональная парадигма – это функция, которая, если в самом простом случае, которая имеет одно значение и один возврат, то есть что-то возвращает. И пока на этом остановимся. Ребят, ну вот теперь смотрите такой момент. Когда мы начинаем разбираться, что главное в функции. В первую очередь нам надо понять, а что такое функция в JavaScript. И если мы откроем, мы в школе, ребят, смотрите, в школе мы настраивали среду, среду WS Studio Code, хотя я показывал, как и в Jupyter работать, но мы будем WS Studio Code сейчас пока работать. Создайте файл с расширением .gc. В первую очередь, разбираясь с функцией, нам надо понять, понимать, что такое функция, да? Вроде все просто. Ключевое слово в JavaScript – это function. Function. Пусть у нас будет функция MyFan1. И самое главное – это параметры и вызов. Пока не будет наведен порядок в голове в параметрах и вызов, никаких программ вы писать не будете. И здесь в JavaScript нас ждет очень интересная вещь. То есть, по сути дела, что мы читаем? Мы читаем на официальном сайте, что параметры, если так покопаетесь, пока находятся в стадии разработки. Иными словами, нам надо всегда опираться на какой-то стандарт. В данном случае до 2021 год все браузеры поддерживают, как я понял, из их описания 15-го года версию. Пройдет следующие лет 5, будут там 19-го, да? То есть, следующую редакцию. Еще один момент. JavaScript ранее, в ранние времена, был обратно совместим. Теперь это нет. То есть, они написали, сейчас ввели возможность строгого кода. Иными словами, чтобы работал и старый новый код. Поэтому, по сути дела, моментов много. Но, тем не менее, мы спрашиваем себя, хороший это язык, да, это классный язык. И если брать, допустим, редакцию там 15-го года, потом будет 20-го, потом 25-го и так далее, и которая поддерживает, в принципе, все браузеры, то это будет работать стабильно. Давайте мы возьмем, пока нетривиально, введем каких-то 4 параметра. Самое главное в функциях, это параметры, да? Начинаются параметры, параметр 3 и параметр 4. Синтаксис довольно прост. И здесь у нас комментарии вот так, тело функции. И дальше, если мы начинаем читать документацию, то параметров может быть сколько хочешь, не больше 255, но так не надо. Но, помните, я говорил, надо какая-то система. Просто изучать. Ну, параметров много и все. Хорошо. Хорошо. А как вы будете отслеживать изменения? Иными словами, у нас в голове должна быть отправная точка. Так вот, отправную точку, так как GC заявляет, что все-таки это функциональное программирование, значит, возьмем отправную точку от Python, где, в принципе, классическое функциональное программирование реализовано. А потом будем смотреть сравнение. Ну вот, давайте начнем вот с этого. Создайте файл с расширением Py. И давайте повторим какие-то классические вещи. Чтобы нам понять, как работать с функциями JavaScript, нам надо от чего-то отталкиваться. Иначе код вы никогда не будете нормально писать. Для того, чтобы вспомнить концепции, нам надо создать функцию Python. Мы в школе изучали это все. Создадим функцию DevFun. Она будет очень простая. Наша задача выявить закономерности, которые потом, от которых мы будем отталкиваться. Еще раз заявляю. Это разумно выбирать, потому что JavaScript заявляет, что это функциональное программирование. Вопрос не в том, что реализовано. И вы увидите поразительную разницу. C пусть-пусть A плюс B. И здесь выведем принт C. Вот за это не люблю Visual Studio, что невозможно толком перейти на другую строку. Начинается херотень. Надо будет поубирать подсказок кучу. Блять, заебала. Так, пробел. Все правильно. Итак. Видим ошибку. Запустим файл. И вот здесь начинаем выявлять закономерность. Сейчас мы их обговорим. Сначала сделаем так. Итак. Если брать классическое функциональное программирование, то параметры бывают именованные и позиционные. Мы убедимся в Kotlin, тут именованные параметры есть. И тоже написано, что они пока в стадии разработки. Я покажу потом эти фрагменты. Почему? Но нам надо четко понять, как мы будем работать с параметрами. Иначе любые программы будут у нас лететь к черту. Итак. В Python все четко и понятно, как принято в функциональном программировании. Если у параметра нет знака присваивания чему-либо, то это будет однозначно позиционный параметр. И он обязателен для указания. Иными словами, если сейчас мы, не вызывая функцию, не укажем ни одного аргумента для новичков. Параметры это то, что в скобках после названия функции. Аргументы то, что передается в функцию. То есть то, что передается параметрам. Иногда путают параметры и аргументы, но это несущественно. Кто как называет. Но для себя разделите навсегда, что параметры и аргументы это две разные сущности. Теперь. Почему я использую слово сущности? Потому что другое менее подходит. Я. Вы что делаете? Сущность. Ага. Вы сразу останавливаете видео. Берете сущность Википедия. И находите. Слово сущность. Да? Надо по-другому немножко набрать. Итак, ребята. Иными словами, если мы вызовем вот так функцию, то мы получим исключение. Отсутствуют два позиционных аргумента. То есть они, позиционные аргументы, передаются обязательно. А теперь переходим к GC. Здесь нет позиционных аргументов. Давайте мы проверим вообще, как он будет вести себя. У нас есть четыре параметра. И что мы сделаем? Ну, сделаем самое простое. Сделаем самое простое. Знаете как? Попробуем в классическом стиле. Мы просто ничего не будем делать, а вернем. Вернем параметр 1. Вот так попробуем. А теперь вызовем. Вызов функции осуществляется как в обычном функциональном программировании, как в других языках. Название функции в скобке и в скобках нечто. В JavaScript, если вы заметите, то в коде мы видим после инструкции точку с запятой. То есть это говорит о том, что выражение закончено. Здесь среда нам поставила. Чтобы нам увидеть результаты в командной строке, мы используемся такой вещью, как лог консоли. И наша функция будет в скобочках. То есть она будет выводиться. Обратите внимание, на данный момент мы не указываем никаких параметров, как поведет себя язык программирования JavaScript. Если вы будете подходить к нему как исследователь, то писать будете быстро, будете понимать. Но важно обязательно сравнение с чем-то. За сравнение, еще раз повторяю, мы взяли классическое функциональное программирование, которое в принципе реализовано в Python. Так, я не помню, это у меня нода настроена или нет. Сейчас посмотрим. Ну, мы можем сделать и так. Мы можем сейчас, здесь у нас стоит none. Fun gc, все правильно, fun gc, none. В данном случае мы, ключевое слово none, есть несколько ключевых слов, но тем не менее исключения мы не видим. Ничего. При этом нам очень легко, я просто показываю, что вы дальше должны делать. Вначале значение none является не число, то же самое значение современных образов является настраиваемым, незаписым, свойством, используем довольно редко. В общем, иными словами, нифига. Чтобы нам пойти как-то дальше, давайте-ка попробуем указать в Python только один параметр. Один, да? И... Да-да-да. Мы получим исключение. Нет одного позиционного аргумента b, да? Первое, то, что мы для себя обнаружили, что JavaScript, когда мы не указали ни один параметр, он ничего, нам ошибку не выдал исключение. Он написал none. А зачем это делается? Я думаю, это делается так, как JavaScript, выполнение все-таки среда, кроме движков, это браузер. А никому не надо, чтобы браузер лег, да? Поэтому, в принципе, стараются каким-то образом сделать. Хорошо. Давайте попробуем указать два параметра. Тут же неизвестно, что это будет. Поэтому мы укажем как строка, да? То есть, сами строки мы изучим позже. Функции, когда я говорю как строка, это обозначение строки двойными кавычками, в данном случае там несколько обозначений, а в новом, в новой редакции я видел там уже и обратные кавычки, но каждый из вас, наверное, понимает, что как-то представляет свою строку. Хотя я постоянно ругаю, что строка – это последовательность символа, но никак ни слова. Ну, ладно, к этому потом. Но давайте мы так и напишем параметр 1. параметр 2. Попробуем нечто, чтобы программа отработала. Сейчас попробуем все-таки, должна что-то заработать. Так. Ага, вижу, вижу, что отработало нормально. Сейчас мы немножко это дело разделим. Вот так сделаем отступы. И еще раз запустим программу. Нам надо только код выделить. Эх, что-то она у меня сегодня глючит. Вот тебе. Параметр 1, параметр 2. Undefined, undefined. Не определено. Просто они совместно. Но на самом деле JavaScript, они указывают. Параметры, которые не определены, уже по умолчанию у них есть значение undefined. Не определено. Чтобы не вызывать ошибку. Иными словами, когда мы видим, вы как настоящий будущий программист, увидели undefined, значит, где-то вы что-то не определили. Именно не передали какой-то аргумент. В классическом варианте с Python мы видим, что такого не получится. То есть, такого не получится. Так как мы получаем исключение. Только когда мы передадим параметрам, а параметр, мы с вами разговаривали, параметр, который не имеет знака присваивания, то есть ему нечто присваивается по умолчанию, он является позиционным. И если мы присвоили 1,2, то по позиции единица присвоится А, а двойка Б. По-другому никак. Только по позиции. Здесь мы тоже видим, что на самом деле параметр 1 присвоился парам 1, я думаю, параметр 2, парам 2. Это легко проверить. И смотрите, тут начинаются чудеса. Да, чудеса. Поэтому JavaScript, первый язык, ребята, не-ни. Почему? Потому что программисты JavaScript потом не могут перейти на другие языки. Там им что-то мешает. Ребята, надо создавать в голове, всегда отталкиваться от классики. Вот есть классический вариант. А дальше смотришь, ага, в этом языке изменено так. Первое, что мы увидели, что в JavaScript можно не передавать аргументы параметрам. Ошибки не будет. Будет выведено слово не определено. Ну, давайте-ка мы попробуем записать еще одну вещь. И попробуем вот что сделать. Параметру 1 присвоим значение 1, как строка. То есть в кавычках. Это обозначается тип данных строка. А параметру 2 ничего не присвоим. Те, кто изучал со школы Python, скажут, «Стоп, так делать нельзя». Так делать нельзя в Kotlin, так делать нельзя в Python, так нельзя делать в языках программирования, которые придерживаются строгой концепции, логической. То есть не может быть именованный по умолчанию, то есть по умолчанию, да, иными словами, именованный параметр, а потом позиционный. Потому что тогда позицию определить нельзя. Это легко проверить. Это в нормальных языках программирования. Если мы сейчас попробуем записать «А» присвоить значение 5, а потом поставить «Б», давайте посмотрим, что будет. Мы сразу получим исключение. То есть не может быть аргумент по умолчанию, а потом позиционный. Почему? Потому что здесь есть значение. А какой он по позиции? А в нормальных языках программирования, нет, я неправильно сказал, в классических языках программирования, используется классическая концепция, когда именно определено значение по умолчанию, или передаются параметры, то есть аргументы, как именованные, то есть мы передаем так, то тогда вот этот порядок можно изменить. То есть в классическом варианте это не работает. И вот первое, мы когда смотрим, ребят, смотрите, здесь это работать будет. Но я задаю вопрос вам. А это может в языке JavaScript завтра измениться? Может. Поэтому вы для себя должны с первого шага определиться, как вы будете писать функции. Не важно, что там на сайте Mozilla. Там написано, что общими словами, функции принимают любое количество аргументов. Все. А правила вы видите сами. И правила лучше выводить, опираясь на классику. Второй, третий язык, как раз третий вообще самый итог, когда GC. Давайте мы в следующем, что себе определим? Параметр. Параметр 1, 1. А, нет, мы сделаем так. Сначала параметр 2. Ну, по сути дела, нам кажется, как сейчас, что параметр 1. Давайте классику посмотрим. Вот смотрите. Давайте присвоим значения 2. А и B. Теперь передадим 1 параметр. Ну, пусть это будет 10. фан 10. Так, вот, горячий момент. 16. Мы можем четко посмотреть. То есть, вот тут у нас 5, у нас 6. Получилось 16. Иными словами, передалось второму. А, первому, правильно, передалось первому. Все равно передалось первому. Все правильно. 10 плюс 6, на выходе 16. То есть, значение второе подставилось автоматом. Уловили. мы передали аргумент. И когда код отработал, мы увидели число 16. Так как 6 у нас присвоено B, то есть, оно второе, да? А первое, B второе. То получилось, что 10 присвоилось А, а B по умолчанию вывелось. Открываем фан GSI. Определяем параметр Ну, напишем так, парам 1. Мы пока не знаем, чему он будет передан. Ну, мы догадываемся, да? И Ctrl-Alt-N Так, вот она. Мы видим. Так. Сейчас попробуем. Ага. Не, нифига. Так не получится. Абсолютно верно. Вот это мы уберем. Парам 1 у нас получается в данный момент передался дальше идут 1, 2, 3 undefined. то есть парам 1 передался вот этому, то, что было по умолчанию, первому. Но все сходится. Теперь давайте соображать отличия. Вам надо определиться с такой простой вещью сразу с первых шагов. мы смотрим. Мы смотрим в функциональном программировании, где присутствуют позиционные параметры. Мы с вами говорили. А позиционный параметр это когда нет знака присваивания, он является сразу позиционным. позиционный параметр не может идти за параметрами по умолчанию. То есть в данном случае как бы мы не писали функцию закомментируем и отработаем мы у нас получается исключение синтаксическое. То есть в любом случае синтаксис неверный. JavaScript он это стерпел. Делаем вывод позиционных параметров в JavaScript нет. С одной стороны но с другой стороны ведь когда мы передаем парам один он передался первому но передача если по порядку идет по порядку. Сказать что это по позиции нельзя почему потому что вот допустим мы сейчас сделаем что давайте сделаем так парам три то есть нам бы хотелось мы себе придумали что это должно вот сюда передаться ну так ли это запускаем ctrl alt n ага у нас одна лишняя скобка и видим парам один парам три undefined undefined то есть смотрите когда мы передаем аргументы функцию то есть параметры то что принимает но ведь они да они не позиционные но принимают по порядку раз вот этот потом второй потом примет третий потом примет четвертый иными словами в отличие от классической вещи мы видим что в классическом варианте в классическом варианте если у нас позиционные параметры то передача аргументов обязательно иначе мы получаем уже сразу исключение что не переданы позиционные аргументы и я за это ребят в Python очень сильно им говорю каждый раз что таких ошибок у вас не должно быть если вы изучаете Python и полезли смотреть вот сколько людей прошляпили функции вот их много на самом деле вы посмотрите что те кто пролетел функции их кучи да а а есть ли еще там а и не то не то не то вот это надо было смотрите сколько страниц вот это все люди которые проскочили функции а надо было что как я говорил четко понимать что ага если я не введу я получу такое-то исключение отсутствует один позиционный аргумент то есть я четко понимаю что делать именно таким образом изучать функции так рассмотренные в школе мы себе мы понимаем это да в gc такого не произошло при этом повторяю почему python потому что если вы откроете классическую вещь то есть могут называться так нам надо википедия так лууу нам не надо параметр принятый функции аргумент подразумевает конкретно какой-то функции передан параметр но это все понятно в кстати формальные параметры это слово принято в javascript аргумент указан при объявлении и определении функции то есть именно они за основу взяли называют параметры и все это формальными так немножко не то мы могли набрать вы мы можем чурсто набрать вот так немножко по-другому позиционные не найдены не найдены это это так Я сейчас не буду искать Потому что другие сайты меня мало интересуют И не хочется время тратить Если взять языки В которых присутствуют позиционные параметры Все они будут передаваться по позиции Начиная с первого Первому, второму, третьему, четвертому Давайте решимся еще на один эксперимент И посмотрим, как будет себя вести JavaScript Так Есть такое понятие, как именованные аргументы То есть, когда мы прописываем вот так Получается, мы передаем само значение Да, в данном случае это значение Тип данных строка И символы парам 1 там Парам 3 Но в любом случае это тип данных строка А попробуем присвоить конкретному параметру В данном случае параметру 4 Присвоим значение тоже строки И прямо на русском напишем параметр 4 То есть, по сути дела Вот этому параметру Мы передаем Значение при помощи Именованного аргумента То есть, именованный аргумент Когда есть знак присваивания И дальше присваиваем Чего нам там надо В данном случае это тоже строка И пока на этом остановимся Вот эти два варианта закомментируем Нажмем Ctrl-Alt-N И посмотрим, чего будет И смотрим Вот тут уже начинается интересное Совсем интересное Обратите внимание Вот где он находится здесь Четвертый По нашему разумению Значение должно было быть четвертым Вот здесь параметр 4 Вот так оно будет Давайте мы вот так вот Сделаем вот так Параметр 4 Должен был быть По сути дела Если так Четвертым А почему Мы его видим первым Да А здесь присвоено Значение 1 Давайте посмотрим Вообще классический вариант Б присвоим Строку Строку тоже Пусть это будет Там 55 Логически мы подразумеваем Так В классическом варианте Нам надо передать Так как здесь Б По умолчанию То есть ему присвоено Значение 55 Значит нам надо передать Значение А только Иными словами Мы возьмем Передаем строку Допустим 45 И этого должно хватить Действительно Здесь у нас сложение Конконтация То есть сложение строк Получилось 45 55 Ну это как Слово одно Да Но тем не менее Это отработало Смотрим GC И сразу делаем вывод Делаем вывод Ребята Открываем файл GC И еще раз делаем вывод Ctrl-Alt-N И смотрим А какого черта Ты делаешь на первом месте И получаем ответ Вот она жопа Вот оно то Что происходит Надо всегда сравнивать С чем-то Иначе не будете понимать Почему вы пишете Программу У вас выдается Совсем другое Какой самый мощный Вывод Должен сделать Сейчас Начинающий Программист На язык На сам язык Полагаться нельзя JavaScript На язык Как Понимаете Если брать Python То тут четко Понятно Здесь Пишется Инскусственный Интеллект Почему Потому что Здесь Если Один Вот ты Лопчишь и Бейся лбом Об стенку Один он будет Один Если позиционный Первый Ты можешь Хоть что делать Но он будет Всегда первый Поэтому четко Легко Просто Написать Искусственный Интеллект Но здесь Другие Задачи Не надо Говорить Язык плохой Нет Здесь Надо Сделать Один Вывод Вот Парень Девушка Который Сидит За компьютером Запомни Сейчас Главное Вся Ответственность Не на языке Только на тебе Поэтому Изучение Языка У тебя Должно Ити С изучением Тестирования В Python Я сквозь пальцы Всегда смотрю На тестирование Почему? Потому что И так понятно Что будет А вот JavaScript Тестирование Придется Сделать Если вы хотите Действительно Быть уверены Это Ваше Второе Я Написали Код И тестируем Основные Моменты Что тестировать В первую очередь То что касается Взаимодействия С пользователем Длинное Видео Еще надо Много чего Рассказать Но сейчас Я просто Вам хотел Показать Ребята Есть Очень важный Момент Вот смотрите Мы выяснили Что оказывается Что здесь Работает Все Да И получается Вроде бы Бессистемно Но ведь В отличии Если брать Строгий Классический Вариант Где все Четко Расставлено Это Питон Да Такое же Вот как В питон Другими словами Мы изучали Но тем не менее По таким же Строгим Принципам Написан Котлин Во многих Языках Вы найдете Я видел Там позиционные В ГО Есть То есть Везде Будут Определенные Принципы Здесь Заканчивая Этот раздел Видео Потому что Нам еще Надо дальше Чуть пойти Мы можем Сказать Чтобы Действительно Писать На джаваскрипт Надо от чего-то Оттолкнуться Мы с вами Решили Что будет Логично Оттолкнуться От то Что используется Во многих Языках Если Это Параметры Значит Они бывают Какие Позиционные Либо Именованные Иными словами По умолчанию То есть Вот так Вот Когда имеет Какое-то Значение Дальше Мы Увидели Следующее Что Когда мы Не передаем Значение Функцию Когда Вызываем Функцию Но ничего Не передаем Иными словами Ничего Не передаем Вот это Закомментируем То Что мы видим В данном случае Так как мы Указали Единицу То Мы видим Она передалась Да То есть По умолчанию Передался Первый Как это Должно быть Undefined 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 Три слова Но Исключение Не вызвало А Выдалось Слово Undefined То есть Не определено Для чего Это сделано Я думаю Это сделано Для того Что ж Так как JavaScript Работает В том числе И с браузерами И чтобы Все это Не ложилось То По крайней мере Они взяли Простое правило Функция У них Объект И Всегда Возвращает Значение Поэтому Если мы Ничего Не передали То в любом Случае Браузер Не ляжет Он просто Напишет Не выведет Этот кусок Кода Там какой Нибудь Цвет Или что То И напишет Не определено Но Браузер Продолжит Дальше Работать Программа В браузере Это с этой Целью Сделано Но Ребят Самое важное Для себя Определить Все таки Понимаете Вот допустим Для меня Для меня Сейчас становится Очевидным Да Какие то правила Здесь трудно Сформулировать С одной стороны С другой стороны Вот так написать Я никогда не напишу Просто У меня Внутря Сразу все Начинает Подниматься Если допустим Я напишу Что Здесь присвоено Значение По умолчанию А дальше Идут просто Параметры Да Это отрабатывает Но Я четко Понимаю Что Это будет Неправильно Я себя путаю Поэтому Я для себя Могу Определиться Как в JavaScript Определяется Например Функция Один параметр Тогда всем Все понятно Пишем так Например Все таки Давайте Если мы указали Значение По умолчанию Указывать его Везде Тогда Тоже Путаница Пропадает Тогда Появляется Какой-то Стиль А указать Допустим Вот здесь А потом Через два Вот здесь Не знаю Мне кажется Это не совсем Будет правильно Это отсутствие Всякого Стиля Это путаница Тем не менее Мы увидели Что Передача Аргументов Параметры Мы можем передать Один Мы можем передать Два Мы можем передать Три Хотя их четыре Те Которые будут Передаваться Они будут Передаваться Опять же Все равно По позиции Но их нельзя Называть Позиционными Они будут Передаваться Проще Назвать Слева Направо Да То есть Первый параметр Будет Вот этому Аргумент Второй Вот этому Первый Третий А четвертый Вот этому При этом Еще один момент Мы увидели Когда мы Передаем Первый параметр Мы же Когда Смотрели В питон Да Вот здесь Мы передаем Один параметр 55 Он и так Передастся Правильно И запускали Файл И действительно Так и получалось 45 Присвоилось А А 55 Есть умолчание Оно И Прошло В другом Случа Если мы Допустим 65 Здесь Поставили То тогда Умолчание Заменится 55 На 65 И тоже Отработает Корректно А вот тут Нам фрагмент Немножко Непонятен Поэтому Давайте-ка Сейчас Немножко В классическом Варианте Тут Будет Параметр 1 А второму Присвоим Значение Пусть Это будет Тоже 55 А А вот эти Два Вообще Уберем Чтоб Путаницы Пока Меньше Было Итак Параметр Точку Запятой Иными Иными словами Мы четко Понимаем Что Вызывая Функцию Передавая Функцию Аргумент 45 То он Передастся Параметру А А параметр Б Будет 55 Мы должны Получить На выходе Строку Которая Будет 45 55 Оно Так и Есть Смотрим Что Будет GC Мы Передаем Первый Пусть Это Будет Тоже Строка И Мы Не Указываем Что Парам 1 Параметру 1 Присвоит Какое-то Значение Мы Тупо Передаем Само Значение Да То есть Это Будет 45 Давайте Смотреть Что Будет 45 55 Смотрите С одной Стороны С одной Стороны Это Не Строгий Язык Но С другой Стороны Вот Какие Они Хитрые Классический Вариант Отработал Смотрите Ребят И У вас В голове Должно Сейчас Проклевываться Ага Если Я хочу Какой-то Порядок В своих Функциях Значит Все-таки Надо Понять Что Здесь Работает В зависимости Как это Реализовано Классическом Варианте И Начинаем Сравнивать Наконец Мы Нашли Сопоставление Которое Можно Применять И От Которого Можно Ожидать Ребята Сейчас Скажу Самую Важную Фразу Ребята Вы Заметили Сколько Как Выкидывал Пайта ЖСи Код Так Вот Самая Важная Фраза Найдите Жакономерности Как вы Будете Писать Функции Если Вы Их Не Найдете Сейчас А будете Чисто Читать Сайт Базила Где Написано Можно Любое Количество Аргументов Хорошо А логику Куда Вы Вставите Мы С вами Я вам Сейчас Показал Что Оказывается Все Работает Да Нет Ошибок Но И тем Не Менее Когда Мы Получаем Место Озидаемого Значения Undefined Не Определено То Какая То Часть Кода Уже Не Сработала И Наконец К Концу Видео Мы Начинаем Нащупывать Первое Правило Написания Наших Функций Иными Словами Давайте В следующем Видео Это Рожуем Я Хочу Это Мое Мнение Вы Можете Изучать По Книгам Слушать Людей Которые Вообще Пишут Жава Скрипт Да Они Другие Языки Не знают Если Вы Хотите Сказать Они Не Любят Другие Языки Вот Пошел Человек Первый Язык Жава Скрипт Ребят Пиши Пропало Почему Потому Что Там Нет Никаких Принципов И Что Получается Правильно Начинает Вырабатывать Это Принципы Программист Приходит К питону А тут Бас Ему Говорят Надо Так 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 Э Не Я так Не Хочу Я Хочу Вот Как Сам Придумал Это Плохо Ребята Это Очень Плохо Поэтому Есть Большое Количество Языкового Программирования Но В большинстве Языкового Программирования Например Позиционный Аргумент Если Он Там Так Называется То Он Точно Будет Какой Были Языки Синтахис Передаваться По Позиции Чему Это Все Говорил К тому Что Прежде Чем Изучать Язык Нам Надо Научиться Писать Функции Вот Сейчас Мы Уже Программируем Но Как Вы Поняли На Джаваскрипт Писать Функции Не Так То Просто По Крайней Мере Чтобы Понять Как Писать Нужна Система Счета Которая Есть Не В Языке В Языке Написано Что Функции Можно Передавать Как Хочешь Функция Имеет Если Не Переда Значение Она Выведет Undefined Иными Словами Получается То Беспредел А Как Написать Программу Вот Тут То Нам Получается Что Система Должна Быть У Нас Голове В Любом Случа Программист Здесь В этом Языке Вынужден Вырабатывать Свою Систему Написания Кода Почему Потому Что Принципов Многих Здесь Нет Но Я вам Показал Что Если Мы Берем За Отсчет Какую-то Систему А мы Взяли Классику Позиционные Именованные Аргументы Вот То Что Спайтон Делали Да Классически Четко Понятно И Начали Пробовать А Оказывается То Вот Данный Код Когда Первый Параметр Мы Его Не Называем Позиционным Он Просто Параметр И Второй Параметр По Умолчанию То Мы Действительно Можем Передать Только Один Параметр И Оно Работает К Классическому Варианту И Вот Это Ложим Раньше Нам Приходилось Проверять А Сейчас Это Ввели Значит Это Будет Подерживаться Потому Что Подумайте Станьте На место Разработчиков Они Поняли Что Много Что Сделано То Что Ведет К Путанице И Начали Потихоньку Эту Путаницу Убирать По Крайней Мере Вот Этот Вариант Начал Работать По Нормальному Как Воспринимает Этот Вариант Абсолютно Любой Программист Абсолютно Большинстве Языков Это Будет Работать Именно Так Давайте Продолжим В следующем Видео